Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». У нас сегодня два выпуска. И мы переносимся в Республику Беларусь. В студии, кстати, работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. Будем говорить о Беларуси с политологом Дмитрием Орешкиным. Здравствуйте, Дмитрий Борисович. Добрый день, здравствуйте. Напомню, что можно нам звонить 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Также пишите нам в WhatsApp 230-6191. Можете задавать вопросы нашему гостю. Но эта ночь, как мы знаем, для Беларуси была долгой и довольно жесткой. После выборов президента, на которых по официальным данным, предварительным, опять же, побеждает Александр Лукашенко, 80% посчитал ЦИК голосов за него отданных. Жесткое было подавление протестов, как мы могли видеть по тем кадрам, которые поступали в соцсети. Несмотря на то, что их было не так много, учитывая, что интернета сейчас в Беларуси нет, как сообщают очевидцы и те, кто находится там, видели резиновые поля, если заточивый газ и автозак, который врезался и давил протестующих. Как вы оцениваете происходящее в республике? Ну, к сожалению, это предсказуемо. И это знак того, что у Лукашенко ресурс не осталось. Он провалился с экономической политикой, он провалился с социальной политикой, и он просто технически надоел людям. Единственное козырь, который у него есть, это то, что он действительно создал белорусскую государсть. И в этом смысле ему остается говорить, что не будет Лукашенко, не будет белорусского государства, и его проглотят какие-то соседи. Можно догадаться, какие соседи имеются в виду. Но и это тоже не работает. Одна это работает для силовиков, которые понимают, что они в первую очередь зависят от Лукашенко. И это работает для номенклатуры, которая тоже не хочет терять свои полученные привилегированные позиции. Так что мы видим ситуацию развода Лукашенко с Белоруссией. Он становится довольно очевидным уже узурпатором, откровенным узурпатором, диктатором. И при этом еще, конечно, с крайне негативным шлейфом склонности к насилию. Я думаю, что да, он удержит власть, поскольку силовики ему все-таки в основе своей лояльны. Но контроль – это одно дело, управление страной – это другое дело. Страна из-под него выворачивается. Но формальный контроль сохраняется. И я еще думаю, он поддержит за власть достаточно плотно и долго. Вот приходится слышать и такую точку зрения, что ослабленный Лукашенко, остающийся у руля государства, но презираемый своим народом, очень выгоден Владимиру Путину и Кремлю, потому что теперь им легче управлять. Это так? Ну, в этом есть рациональное зерно. Я думаю, что у Владимира Путина была такая двойная вилка, можно назвать. Если Лукашенко уходит, то ему на смену приходят люди, которые больше зависят от России, как это ни странно звучит для многих. Господин Бабариков все-таки из системы «Газпрома». Он бизнесмен. Он гораздо сильнее Лукашенко понимает значимость финансовых ресурсов и гораздо сильнее Лукашенко понимает, что бизнес без доверия не существует. Лукашенко как раз доверием легко злоупотреблял. Он получал деньги от России, примерно 5 миллиардов долларов в год ежегодно в виде нефтегазовой дотации в той или иной форме. И на эти деньги он содержал свой режим, апеллируя к геополитическим резонам, что если не Лукашенко, то Белоруссия уходит в Европу и, соответственно, Москва должна поддержать Лукашенко. Так вот, если бы победил, условно говоря, Бабарика, я думаю, Кремль не был бы в проигрыше. Но и действительно ослабленный Лукашенко, у которого нет ресурсов других, кроме как силовых. И главное, совершенно очевидно, что ложкой он скребет по дну, потому что цены на нефть упали, нефтяная дотация со стороны России тоже упала. Кроме того, в России очень злые на отвратительную манеру Александра Григорьевича обещать брать деньги в долг и не выполнять своих обещаний, и не возвращать долги. Так что Москва может считать себя довольной, и не зря Владимир Путин одним из первых поздравил Лукашенко с победой. Правда, он не назвал ее элегантной. Ну, поздравил также и Китай, как мы знаем, и Казахстан. Лидеры Китая и Казахстана тоже уже успели поздравить Александра Лукашенко. А Европа высказала озабоченность. Да. Примерно того же самого политического замеса, что и лидеры Китая, Узбекистана, Таджикистана, независимой суверенной Туркмении, Чечни и так далее. Это хороший пример того, как в центре Восточной Европы может быть такая вполне зрелая восточная деспотия. Ну вот, а сам Лукашенко, он все же появился, хотя уже ночью высказывали опасения, что как-то не появляется Александр Лукашенко нигде после триумфальной победы, по крайней мере, по предварительным итогам, экзитполов. Появился он на заводе почему-то и сказал какую-то довольно абсурдную, а может быть, слишком метафорическую, глубоко метафорическую фразу о том, что политика одна должна быть – люди. Как вы считаете, что значит эта фраза? И растерян ли Лукашенко в данном случае? Или почему именно такая формулировка? Ну, вообще-то говоря, конечно, формулировка довольно, так сказать, прагматичная и предсказуемая, потому что и в Советском Союзе ведь говорили «все для блага человека», «все во имя человека», «это самый человечный строй» и так далее. И при этом те самые люди, ради которых все это делалось, не имели возможности получить зарплату в нормальных денежных единицах, а им платили деревянным рублем, который не ходил нигде, кроме как в пределах того же самого Советского Союза. У них был очень жесткий режим, привязанный к стране, попытка выехать за рубеж считалась государственной изменой, и при этом очень четко контролировали работодательские ситуации. То есть человек мог работать только на государство. Соответственно, частного найма рабочей силы не существовало, и государство не испытывало конкуренции на рынке рабочей силы. Сколько тебе положат, столько и будешь получать. Положишь 120 рублей, будешь зарабатывать 120. Можешь покрутиться и найти где-нибудь работу за 150. Но заняться и получить более серьезную зарплату и более серьезными деньгами в частном бизнесе было невозможно, и в этом смысле была полная монополия у государства. Кстати говоря, в терминах Маркса это как раз и есть восточный способ производства, когда частная собственность отсутствует, а вся собственность по сути принадлежит государству, то есть номенклатуре или вождю, который этим государством управляет. Так что параллели с восточным стилем политического менеджмента имеют под собой экономические корни тоже. Во всяком случае, если следовать марксистским догмам, которые у нас, кстати говоря, осознанно оставлялись за скобками. Идея об азиатском спорте производства, которое довольно активно развивал Маркс, в Советском Союзе широким массам трудящихся была неизвестна. Вот говорили о том, что Лукашенко накануне выборов пытался заигрывать с Западом, пытаясь показать, что на него давит Россия и таким образом пытался усидеть на двух стульях. И вот история с ЧВК Вагнер, с задержанием наемников, предположительно наемников, которые оказались в Республике Беларусь и куда-то там, как говорит Кремль, опоздали на самолет. Вот что это было, на ваш взгляд? Вот что это был за спектакль? И был ли спектакль, о котором сейчас говорят? Мне кажется, что спектаклем очень густо пахнет. Потому что, если бы это действительно была инфильтрация 32, как назвать, товарищей, которые там воевали в ДНР, ЛНР, ходили в камуфляжных штанах, утром-вечером строились на проверку, получали какие-то указания, и совершенно были покрыты татуировками, носили шевроны, смерть, наш бизнес, и он идет хорошо. Если бы спецслужбы Беларуси этого не видели, то гнать надо было бы их в шею. Спецслужбы, очевидно, это видели, очевидно это воспринимали как нормально, как норму. Но в нужный момент, когда Лукашенко надо было показать избирателям и, возможно, европейским политикам, что угроза с Востока, это была карта, разыграна в его пользу. Это как раз тот случай, о котором я говорил. Поскольку нет экономических достижений, нет социальных достижений, представим избирателю страшилку, что вот какая-то группа головорезов попытается захватить власть в Минске, и вот ее необходимо нейтрализовать. Все это проводилось под телекамерой, с большим шумом, с массовыми обвинениями некой соседней страны, и все понимали, как... Но понимаете как, Владимир Владимирович Путин кто угодно, но он не идиот, а рассчитывать, что можно с помощью 32 балбесов, у которых голова годится для того, чтобы кирпичи от нее ломать, можно захватить власть в Белоруссии, это не про Путина. Когда Путин проводил аналогичную, глубоко проработанную ситуацию с Крымом, у него была там мощная агентура, у него были люди, которые были завербованы в военных кругах Украины, и смотрели больше в сторону Лубянки, чем в сторону Киева. У него была военная база в Севастополе, на которую можно было опереться. И, что самое главное, большинство населения в Крыму действительно хотели присоединения к России. Ничего этого нет в белорусской ситуации. И поэтому 33 балбеса, это чисто статисты, которых использовали для того, чтобы показать, что враг не дремлет, и если белорусы хотят сохранить суверенитет свою любимую родину, им надо ориентироваться на Лукашенко. Это абсолютно советская примочка. Только там нам говорили, что НАТО у ворот скрижищет зубами, с околом клыков бежит бешеная слюна, и он там брецает оружием, агрессивный блок НАТО. Это работало, это позволяло консолидировать. Фишка в том, что в Белоруссии это не сработало. Все смеялись над этим спектаклем. И сейчас понятно, что это спектакль, потому что, а, Лукашенко сразу начал пугать, что он отдаст этих бойцов на Украину, где в местной прокуратуре есть что спросить, есть что сказать этим товарищам. Но он этого не сделал. И не сделает, потому что это было бы уже нехорошо. Артистов сдавать на отсидку в Киев, в Москву Лукашенко не простила. Это первое. А второе, если бы это действительно так было, то руководителей спецслужб надо было бы отправить в отставку. Они себя прекрасно чувствуют и разгоняют митинги. Ну а что касается силовиков, нет ли опасений, на ваш взгляд, у действующей власти в Белоруссии, что они откажутся подчиняться в данном случае? Потому что вчера были сообщения из некоторых городов, в частности из Бобруйска, где силовики сняли шлемы, не реагировали на протестующих, то есть никаким образом не отвечали. Были и другие сообщения, как силовики разрывали баррикады, опять же, про этот автозак, который давил людей. Это, конечно, страшное зрелище. Вот как, на ваш взгляд, силовики будут поддерживать до конца? Я думаю, что Лукашенко, за редкими исключениями, контролирует силовиков. Точно так же, как он контролирует бюрократию, в том числе и электоральную бюрократию. Да, есть некоторые отчаянные руководители избирательных участков, которые честно считали голоса в Минске. Госпожа Тихоновская сказал, что таких участков было 20. Но это, кстати, достаточно неплохая выборка. Если есть 20 участков в городе, где у нее 75%, а у Лукашенко 10, ну, так примерно, то сомнительно выглядит ситуация, что на соседних ситуация радикально или зеркально противоположная. 70-80 у Лукашенко и 10 у Тихановской. Конечно, просто это смелые люди, которые подставили свою карьеру к угрозу, честно, посчитав голоса, аналогично с силовиками. Поскольку их очень много, там есть наверняка люди, неглупые и честные, которые понимают, что, в общем, их руками ломают кости белорусскому народу. Не всем это нравится. Но ключевые фигуры, именно потому что они замазаны в лукашенковской модели. Именно потому что они знают, что как только сменится власть, им придется отвечать. Они, конечно, на его стороне. И поэтому я думаю, что протест будет подавлен силовиками, загнан под лавку и перейдет в такую вяло текущую форму гражданского неповиновения, забастовок, каких-то форм, которые найдет само население. Майдана там не получается. Опять же, очередная страшилка, которую использует у нас пропаганда, что в Беларуси разыгрываются украинские сценарии. Майдан получается удачным, когда есть как минимум два условия. Возможно, их больше должно быть. Два необходимых условия. Первое – раздражение большинства или значительной части населения. Это есть. А второе – это раскол в элитах, когда силовики знают, что есть в правительстве, в парламенте, где-то еще сильный человек, которого уважают бюрократы, под которого они могут перекинуться. И тогда любой генерал начинает думать, а черт его знает, кто из этих двух победит. Лучше я постою в сторонке и не буду никому ломать кости. А то, понимаете как, это ситуация 1991 года в России, когда Горбачев был Ельцин, и было непонятно, кто из них побеждает. Соответственно, и чекисты, и ОМОН, и политмилиция тогдашняя вели себя как зайники, стараясь особенно не безумствовать. Наоборот, в 1 мая 1991 года протестующие коммунисты раздавили ОМОНовца автомобилем и было спущено на тормозах. Точно такая же ситуация раскола элит была на Майдане 2004 года, когда было непонятно, то ли Кучма, то ли с другой стороны Ющенко и Тимошенко. У них были равные шансы. И силовики держали язык за зубами, а руки за спиной. И похожая ситуация была в 2014 году, когда часть наиболее отмороженных силовиков работали на действующего президента господина Януковича, но значительная часть силовиков старалась не исплачкаться. И Янукович поэтому и бежал, потому что он понял, что им не на кого опереться. У Лукашенко не так. Расколы в элитах нет. Господин Борилько, который мог бы сыграть роль такого вот нового, номенклатурного лидера, нет. Светлана, конечно, не человек элиты. И, конечно, не человек из номенклатуры. И, конечно, она не может быть президентом в реальном смысле этого слова. И ее решения просто бы не исполнялись. Потому что помимо законов, написанных на бумаге, есть еще так называемая правоприменительная практика и практика политической жизни. Поэтому, конечно, никто из силовиков не думает, что эта милая дама может стать альтернативой Лукашенко как серьезный властвующий персонаж. И, конечно, они сплочены, вынуждены быть сплоченными вокруг действующего президента. И поэтому они не стесняются в средствах. Вы сказали про украинский сценарий, что Майдана не будет. Что касается венесуэльского сценария, потому что об этом также говорили, задавали вопросы. Возможно ли что-то подобное на территории Беларуси? Может ли это начаться? Ну, венесуэльский сценарий это все то же самое, но умноженное в три раза. Причем, заметьте, господин Мадуро по-прежнему выполняет функции руководителя страны. Он контролирует ситуацию, потому что у него хватает денег за счет золотого запаса, за счет легальной и нелегальной торговли нефти, удовлетворяет запросы силовиков. Конечно, он не популярен. Конечно, страна голодает. Конечно, страна, еще недавно бывшая, самой богатой в Латинской Америке, ну, там нефти по колено, стала нищей, но ничего. Власть-то он удерживает, так же, как ее удерживает господин Кадыров у нас в Чечне или Ким Чен Ын в Северной Корее. Грубо говоря, кушать нечего, но не пикнешь, потому что номенклатурная солидарность есть, и силовая солидарность. И этого достаточно для того, чтобы держать власть в режиме вот этой самой восточной деспотии. Экономического роста не будет. Ну, и вот в России нет. Скажем, понимаю, в странах Балтии все-таки уже около тысячи, плюс-минус, евро доход среднедушевый, ну, 800, может быть. А Лукашенко уже 10 лет решает стратегическую задачу обеспечить доход в 500 долларов в месяц на дух. И никак не получается долларов, а не евро. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 телефоны прямого эфира в нашей студии. Дмитрий Орешкин у нас на прямой связи. Звоните, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 230-6191. Ну, продолжая разговор о протестах, о применении резиновых пуль, о Светлане Тихановской. Вот на ваш взгляд, что сейчас будет делать Лукашенко? То есть, будет ли он пстить, если говорить грубо сейчас, тем, кто показал такие результаты? Ну, даже применить на Лукашенко можно и говорить про месть, потому что он действительно злопамятный и мстительный человек. Но, в принципе, его задача очень простая. Напугать, сломать, сломить протест, изолировать его лидеров. А лидеров, по сути, нету, потому что сама госпожа Тихановская, и я думаю, что она по-своему права, она призвала своих сторонников не выходить на площадь, не подставляться под резиновые пуры, под светошумовые гранаты и под дубинки. Ну, это значит, что нет лидеров протеста, нет вот этого самого номенклатурного сильного человека, который мог бы сказать, я заменю вот этого, бачку, я буду лучше. Такого нет. Сама госпожа Тихановская шла на выборы, и это, опять же, честно с ее стороны, но в политическом смысле не очень эффективно, с обещанием через полгода уйти от власти, проведя честные выборы. Это было бы по-европейски, но ведь мы имеем дело не с европейской политической моделью, а с азиатской, причем средневекового образца. Вам, может быть, это странно слышать, потому что мы пытаемся все время писать эту ситуацию в европейском языке и европейских терминах. А на самом деле Лукашенко действует как какой-нибудь Каханский хан или как Гурган Гулыдгерд и Мухаммедов, который руководитель северенного, нейтрального, процветающего Туркменистана, где люди уже на грани голода. Ну, кстати... Я, кстати, был в Ашхабаде, и ведь это потрясающе с точки зрения контраста, когда приезжаешь в Ашхабад и вот эти дома из белого мрамора, и нам рассказывали, что это для рабочего класса создано, а потом отъезжаешь на несколько километров, под бдительным присмотром коллег из МИДа, и там уже видишь совсем другую картину. Но вот это Потемкинская деревня, вот эта концепция фасада, или как культура фасада, как говорил Кирилл Серебренников, она тоже свойственна Белоруссии сегодня? Или все-таки этого нет? Я каждый год еду через Белоруссию по дороге в Солнечную Латвию, ну, за исключением последнего года, потому что вы у себя там коронавирус развели. Это как раз нет. У нас гроза, его очень мало. Так вот, да, с выставкой все хорошо, когда ты едешь в дороге, вокруг сжатые поля, симпатичные хатки и так далее. Но несколько раз я пытался отъехать в стронку и там, ну, похоже на то, что было в Советском Союзе. Не асфальтированные дороги, довольно разваленные такие колхозные мероприятия. То есть вся система выстроена на Лукашенко. Вот он проедет, увидит непорядок, устроит выволочку местным начальникам. Кстати говоря, людям это очень нравится, потому что хозяин, сильный человек, порядок наводит. Но даже если он очень сильный и очень умный, семи пядей во лбу, все равно на 9 миллионов человек со всеми не набегаешься. Везде порядок не наведешь. Нужна система. А вот система, когда есть частная собственность, когда есть стремление привести в порядочек свой участок маленький, вот этого в Беларуси не то чтобы нет, я не хотел бы упрощать ситуацию, но в значительной степени хуже, чем в Латвии. Когда пересекаешь границу, где-нибудь туда угол впился. Еще лет 10 назад Латвия была явно депрессивная, а сейчас я вижу, как там строится коттеджи у красивых озер или на берегу угол в Гавы. А в Беларуси не так. Принем звонок у нас радиослушатель на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Добрый день. Добрый. Знаете, я слышал вашего собеседника и мне несколько смешно по поводу его таких иллюзорных пониманий того, что творится в Латвии, по поводу средней зарплаты. Ну, средняя зарплата у нас 1200. Вопрос у меня такой. Если бы пришла госпожа Тихановская, как вы думаете, какой бы путь выбрала Беларусь и как бы она развивалась? Спасибо. Да, спасибо. Ну, во-первых, я думаю, что средняя зарплата в Латвии вам виднее, но мне кажется, что как минимум 800. Все верно. Средняя брут зарплата у нас даже до 1200 доходила, но вопрос, что может быть ее некому получать эту зарплату. Но он, скорее всего, минимальную имел виду вероятность. Минимальную у вас, минимальная, безусловно, там 460 евро. И опять же, Лукашенко тоже говорил про среднее. Надо сравнивать сравнимое. Что касается пути, я думаю, что у Тихановской нет программ. И не должно быть программой, потому что она ему при каких условиях не смогла бы реализовать. Для того, чтобы управлять постсоветской страной, нужно действительно быть очень сильным человеком. И жестким человеком, между прочим. Потому что если ты не находишь им понимания с силовиками, им даже не надо тебя свергать. Они просто на три недели отвернутся в сторонку, покурят бамбук, и откуда-то всплывут бандиты, которые будут грабить автомобили вдоль Минской трассы, как это было до Лукашенко. И народ через две-три недели такой жизни взвоет. Скажет, верните нам сильную руку, верните нам бачку. То есть проблема того, что называется саботажа элитного класса или номенклатура, это очень серьезная проблема. И госпожа Тихановская, мне кажется, это понимает. Поэтому она и говорила, что ее программа полгода продержаться и провести честные выборы. А там кого выберут, того и выберут. вовсе не факт, что выберут гораздо более симпатичного человека. Потому что демократия, как говорил Черчилль, самый плохой способ управления, но все остальные еще хуже. Такая интересная формулировка. Так вот, я думаю, что после Лукашенко у Белоруссии хорошего выхода вообще нет. И говорить про то, что там Тихановская возьмет и развернет от Белоруссии в Европу, я бы ни за что не стал. У нее просто не хватит ни сил, ни энергии, ни политического опыта, ни ресурсов для того, чтобы что-то это сделать. Ее просто сковырнули бы мгновенно. Те же самые силовики и та же самая номенклатура. И нужен человек, который понимает, кому сколько надо заплатить. Как работает коррупционная модель, как работают реальные взаимоотношения между властными начальниками. у кого есть ресурсы, чтобы тебе нагадить, а у кого нет. Как правило, ресурсов, чтобы повлиять на ситуацию, нет у народа, зато есть или у номенклатурного класса, местных элит, в частности, силовиков. Так что я даже и гадать бы не стал, куда бы пошла Беларусь и Пожа Тихановской. Я думаю, что она погрузилась на самом деле в такие гражданские беспорядки. Просто потому, что хорошего выхода из азиатской деспотии европейское государство при воспитанном в течение десятилетий презрении к правовым гарантиям, к соблюдениям законов и так далее. Просто нет. Поэтому очень печально смотреть, что происходит в Беларуси. Хотя внешне, я знаю, что многим людям нравится стиль Лукашенко, как многим людям нравится стиль товарища Сталина. Но после таких людей наступает кропа. В Советском Союзе она называлась стройкой. После Ивана Грозного в России была, как вы знаете, эпоха смут. Вот в белорусском масштабе после Лукашенко тоже будет беда. Ведь была еще и оттепель после того, как умер Сталин, был 20-й съезд, размечание культа личности и в публике 60-ти. И Хрущева с большим аппетитом сожрала партийная номенклатура, потому что во-первых, она видела, что теряет свои привилегированные позиции, во-вторых, она видела, что Хрущев не знает, что делать, а он действительно к началу 60-х уже не знал, что делать, потому что экономика буксовала, и без введения частной собственности ее было поменять невозможно, а частной собственности ввести он не мог. Так что это Хрущев, опытный человек, у которого руки по локоть в крови, который птенец сталинского гнезда и который знал, как управлять этой страной, и то не смог удержать эти самые позже в своих руках. А что же говорить про бедную госпожу Чихановскую? Звоните нам 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Да, мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Валерий. Да, пожалуйста. Ну, господин Орешкин, я уже слышал по другим каналам, он, конечно, про Белоруссию ничего доброго слова не скажет. Вопрос такой, значит, если вот он считает, и это правильно, что там эта команда Тихановская и компания не могли победить, так значит, слава Богу, что все получилось, они были неспособны быть, все делать как надо, значит, может быть, и хорошо, что это случилось, это первое. И второй вопрос вам, из-за границы Белоруссии, так надо их учить, этих оппозиционеров, подготовить их, дать им средства, пусть они там шебуршатся, пусть поднимают недовольных, и оружие им дать, как в Киеве было, и тогда в следующий раз все произойдет, может быть, так? Ну, реплика, видимо, не вопрос. Думаю, что госпожа Тихановская победила, вот в электоральном смысле слова, она набрала больше голосов, чем господин Лукашенко. Почему я так думаю? Потому что, во-первых, есть избирательные участки, я уже говорил, в Минске, где честно считали голоса, и в Москве есть избирательные участки, где честно считают голоса. Как правило, это в следующий город. Там другие люди, там другие члены избирательных комиссий, которые не хотят ложиться под эту самую машину. В частности, например, на участке, где голосует Владимир Владимирович Путин, у нас победили представители коммунистической партии, потому что честно считали голоса. Но это же не касается Чи, это не касается Дагестана, это не касается других так называемых электоральных салтанатов. То же самое и в Белоруссии. Там есть места, где честно считали голоса, и там победила в несколько раз голосов, говоря, зеркальная ситуация. 75 у Тихановской и 10-15 у Лукашенко. В современной Белоруссии есть такой телеграм-канал, он провел опрос. Я не знаю, насколько он репрезентативный, но было опрошено 85,5 тысяч человек. По их данным, у Лукашенко 13%, а у Тихановской больше 75%. Зарубежные участки, где фальсифицировать результаты трудно, потому что в консульствах и в посольствах работают не только граждане Белоруссии, но и местные. И они так или иначе знают, как считают эти голоса. Вот во всех зарубежных участках, начиная с Москвы в посольстве Белоруссии и завершая Нью-Йорком, Берлином и другими крупными городами и странами, три четверти Тихановская, около 10% Лукашенко. Так что я думаю, что победить-то она победила, но это, что называется, по европейским представлению. А по азиатской деспотии, у кого силовой ресурс, у кого нукеры, тот и диктует свою волю. И тут никаких намнений быть не может. Что касается того, что может и хорошо, что она проиграла, вы знаете, я думаю, что если бы, опять же, если бы в Белоруссии были живы европейские политические традиции, она могла бы действительно сделать что-то, что можно назвать честными выборами. и потом белорусский народ, который не дурнее всех остальных народов, я, кстати, с большим уважением отношусь к белорусам и к мужеству, которое они проявляют, но они бы выбрали себе кого-то другого. Я не уверен, что он будет лучше, я уже говорил, но он будет другой. И у народа появляется возможность раз в пять лет принять экзамен у политических лидеров и решать, справился не справился. Скорее всего, в таких случаях после первого курса человек первого цикла пятилетнего человека переизбирают. Ну, например, на той же Украине уже, по-моему, шестой президент по счету. Но это характерно для европейской постсоветской практики, это характерно для стран Балтии. А для нас характерен Владимир Владимирович Путин, который 20 лет держит власть, и Александр Георгиевич Лукашенко, который 26 лет держит власть. Это характерно с точки зрения электоральных процессов для стран Африки, для стран Азии, где работает очень простой закон. Один человек, один голос, один раз. Лукашенко один раз честно победил на выборах. В первый раз. После этого он подгреб от себя все ресурсы, и все остальные выборы были в той или иной степени фальсифицированы. Там, где он выиграл в первый раз, да, честный подсчет голосов. Все остальные нет. Ну, я про это говорю, что Беларусь оттенется от европейских стандартов жизни к таким вот стандартам третьего мира, чтобы не говорить только про азиатский вариант. Пожалуйста, афганский к вашим услугам, какой-нибудь Судан, ничем не хуже. Еще звонок. Примем, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Знаете, вот все Лукашенко 26 лет, 26 лет, а Меркер сидит, никто ей не говорит ни слова, понимаете? Это у нас вообще такая огражденная дама, а такое же количество. Почему ей никто не говорит, что ты два срока должна отсидеть? Никто не говорит. А Лукашенко молодец, я сегодня белорусский канал смотрел, шпанисты одни там нападали, ни одного взрослого. На кого нападали? На силовиков с оружием нападали люди? И сами бросались под колеса? Да, да. Сами, да? А какой канал вы смотрели, если не секрет? Беларусь, Беларусь, у меня в Пакете есть. Спасибо вам, да, спасибо за ваше мнение. Ну, маленькая разница. Вы знаете, вы будете смеяться, но я знаю, что госпожа Меркель уже около 15 лет, по-моему, при власти. Маленькая разница заключается в том, что она выигрывает выборы. Она популярный деятель, и она выигрывает выборы, и никто не сомневается в том, что голоса там были подсчитаны честно. Вот и все. И вот, кстати, вы как раз упомянули сейчас Ангелу Меркель, я тоже об этом вспомнила. Вы говорили о том, что Лукашенко мстительный, однако он в интервью Дмитрию Гордона, если вы его смотрели, интервью на его Ютуб-канале вышла с Александром Лукашенко перед выборами, и он там сказал о том, что всех прощает. В частности, он говорил о прощении в отношении Януковича, который когда-то не позвал его на международный форум в Киеве, но тем не менее он его простил и даже был готов приютить в случае, если он бы попросил этого убежища, когда он выезжал из Украины. Ну и в целом, он такой довольно, как сказал Станислав Белковский, несмотря на свою дружбу с Дмитрием Гордоном, он сказал, что это был агитационный ролик вместо интервью. Вот вы, кстати, как оцениваете? У меня тоже показалось такое вот несколько сервильное это интервью. Да, он, как это обычно бывает с людьми из соседней страны, которым хотят показать страну красиво, он поездил, увидел чистенькие беленькие хатки, увидел хорошие дороги, увидел скошенные аккуратные поля. Все то, что и я тоже вижу, когда проезжаю по федеральным трассам. Когда отъезжаешь немножко в сторону, ты видишь немножко другое. И когда ты говоришь с людьми, ты видишь, что они, ну, во-первых, они говорят, как они зарабатывают, но боятся, они при этом оборачиваются, на всякий случай, не слушает ли еще кто-то. Так что, конечно, когда человек катается в качестве почетного гостя, он видит одну картинку, а когда человек живет в Беларуси, он видит другую картинку. И то, что люди в своем огромном большинстве вышли против Лукашенко, что характерно, ведь почему-то то самое 80-процентное большинство, которое его поддержало, в поддержку своего любимого Лукашенко не вышло. Я не видел ни одной демонстрации за Лукашенко. И при этом сторонники Лукашенко чаще всего говорят из-за рубежа. Из Латвии, и в России он тоже популярен. Вот почему-то белорусов забывают спросить о том, что они по этому поводу думают. Вот и господин Гордон тоже ему понравилось. Ну, бывает и такое. В Советский Союз приезжал господин Фейхтвангер, который тоже написал очень полезную книжку «Москва-то из 937», потому что ему не все показывали. Кстати, Дмитрий Гордон сказал о том, что на территории Украины довольно высокий рейтинг у Александра Лукашенко согласно опросам о том, кого выбрать. Это нормально, потому что я, опять же, с большим уважением отношусь к мнению своих соотечественников. Людям, есть люди и много людей, которым нравится именно лукашенковский имидж. Сильный, решительный, хозяйственный, справедливый и так далее, и так далее. Точно так же смотрелся товарищ Сталин. И, кстати говоря, в Германии Гитлер воспринимался примерно... Он тоже победил на выборах, там набрал 32%, и после этого отменил все политические партии, кроме своей, снял их с регистрации, и после этого получали на выборах 90 с лишним процентов. То есть, та же самая ситуация. Один человек, один голос, один раз. Вторых выборов, честных, уже не будет. Гитлера искренне уважали и ценили, потому что он заботился о немецком народе, при нем были чистые города, при нем был удивительный экономический рост после середины 30-х годов, когда кончился глобальный экономический кризис, и начался рост везде, и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе, и в Германии, и в Толстах. Но вот при Лукашенко, увы, экономического роста нет. А имя с ним отличная, он отличный артист, он очень хорошо умеет держаться, он обояшка, когда ему это надо, а когда не надо, лучше по дороге ему не попадайся. Кстати, по поводу Ангелы Меркеля еще продолжу, потому что он как раз сказал о том, что с ней вести переговоры очень скучно, потому что она очень дотошно вдается во все детали договоров и так далее, всех документов, а вот Владимир Путин в этом смысле не хаотичен, наверное, но не такой скучный, он может кому-то перепоручить что-то и в целом не зацикливаться на каких-то мелочах. Действительно, на ваш взгляд, Путин не скучный? Путин тоже очень талантливый человек и так же, как Лукашенко, он на первых своих выборах победил, я очень близко тогда работал с Центральной избирательной комиссией, он, если по-честному, он набрал в первом туре около 48% голосов. Я вот был вплотную в системе подсчета, я все это наблюдал, но в последний момент Татарстан подключился, а у него там около 2,5 на миллионов избирателей и продемонстрировал удивительную сплощенность и в результате Путин, Татарстан и еще там некоторые республики, в результате Путин набрал 53, мне кажется, процента победил в первом туре. Но по существу, как, кстати говоря, и в 2004, например, году Лукашенко, конечно, он не набрал столько, сколько ему сказала госпожа Ермошина, но он был впереди и выходил с привилегированными положениями во второй тур. У него не было 50%, но было больше 40%, но ему нарисовали там около 70%. Так вот, Владимир Путин тоже очень талантливый политик, и тоже очень популярен был последнего времени. Я думаю, что сейчас у него, ну, мы видим по социологическим замерам, которые у нас еще не запрещены, в отличие от Белоруссии, что его рейтинг снижается, снижается и снижается в этом году. У него был всплеск рейтинга, связанный с тремя войнами, потому что у нас милитарное общественное сознание. Люди же думают, что они так вот думают, а на самом деле они думают тем, чем их научили думать. Так вот, мы очень милитарный народ, и было три всплеска популярности у Владимира Путина, все три связаны с войнами. Победа в Чечне, маленькая победоносная война, это всем нравится. Победа в Грузии, маленькая победоносная война, это опять же всем нравится. И победа в Крыму, хотя на самом деле, с моей точки зрения, это было скорее уже поражение, потому что Украину-то Путин проиграл. Но в телевизионном пространстве Крым, Крым наш, 86% аплодировали. И это правда. Значит, Лукашенко и Путин, конечно, близки друг к другу по характеру. Эпидантичная, занудная, бюргерская госпожа Меркель в эту картинку не вписывается. Она говорит, ну как же, ведь это же нельзя, по закону это не положено. Но мы-то широкий народ, да? Что нам закон? Ну что ж, да. У нас был еще звонок, напомним, телефоны 672-12-93-9 и 672-13-93-9, может быть, в последнюю минуту радиослушатель, который пытался дозвониться на протяжении эфира, сможет еще дозвониться. Да, ну и в завершении вопрос, вот если посмотреть на эту статистику, 80 и 9, и примерно такие же экзит-пулы, хотя по опыту предыдущих выборов видно, что экзит-пул достаточно сильно отличается от даже результатов предварительного голосования, там такой разброс обычно, ну при процессе выборов бывает разным. Почему не могли нарисовать 60? Ну получил бы он, условно говоря, большинство, но не такое выпиющее, ведь очевидно, что это уже рисованные цифры, там и явка, по-моему, 79, что тоже довольно редкое явление при такой явке избирательной. Ну конечно, так вот понимаете, это как раз то, что описывается терминами психологии политической. Лукашенко должен не просто победить, а победить сокрушительно. Более того, ему должны показать результат лучше, чем предыдущий. При этом он очень умный человек, он понимает, что результат на самом деле фальсифицирован, но это его не волнует, потому что раз фальсифицируют, значит боятся, значит контроль осуществляется, значит он руководит этой иерархией власти. Сколько надо, столько нарисуют, значит в стране порядок. Вот в его представлении это так. Значит, чтобы удовлетворить батьку, надо было нарисовать больше, чем обычно. И таки ему нарисовали. Но некоторым товарищам Белоруссии это кажется не по закону. И поэтому они как Ангел Меркель занудливо и так вот постыдно говорят, ну как же так-то, ведь мы же вроде как народ, ведь мы же вроде как субъект власти. А ему говорят, у нас есть сильный лидер, вот сколько ему надо, столько он и получит. А вы сидите под лавкой. Ну что ж, успели мы принять звонок или уже не успеваем? Нет, звукорежиссер подсказывает нам, что пора заканчивать. Политовок Дмитрий Орешкин был гостем программы «Абонент доступен». Спасибо вам. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok